бордовая бордо в бокале поверить не могу что все это уже так близко и мы в бордо представляете мы в бордо я очень хотела сюда приехать я приехала вернее мы приехали припарковали нашу огромную девятиметровую машину и идем пешочком смотреть достопримечательности сейчас уже 8 вечера очень жарко наверное градусов 35 сегодня мы с сарой в красном очень красивый фонтан под названием триумф согласия с бронзовыми конями кони очень странные мифические а ну сара посмотри на меня губы накрасила а это вы такая красивая очень красивая интересный памятник он по-моему металлический он плоский да но со всех сторон стоит там видишь троллейбус ходит прикольный такой мы сейчас идем по центральной улице сент-катрин собаки по этой улице гуляют все и на такая пешеходная на ней рассосредоточены магазины все вот zara манга сифора манга это магазин зайка но правда сейчас все закрыто у них закрывается все в 7 38 вечера мне кажется во всей европе красивые соборы повсюду просто повсюду каждом городе один красивее другого сивы такой мост очень напоминает мне карлов мост в праге прям вообще один в один конечно ночной бордо вот если смотреть вот так гуляя по набережной очень красивый но если вы зайдете туда вглубь там полный беспредел грязь иммигранты и очень много иммигрантов мало людей напоминает париж сухо вся основная жизнь только идет по набережной и все а мы хотели пройти туда погулять поглубже там вообще было очень страшно гулять потому что пустые улицы заколоченные окна и иммигранты и вообще как-то стремно мы решили сразу же сюда выйти к людям поближе чтобы не пугаться всем доброе утро мы из бордо выехали рано утром замок который находится примерно в часе езды от бордо и мы почти приехали осталось минут десять до пункта назначения мы проезжаем много виноградников сельское хозяйство и очень красивые виды и природа здесь что добавишь каморы попросали женщине собрала зачем дверь открыл без сетки жарко было сетку надо было вот мы приехали замок называется rock tight он открывается в 10 30 утра но мы приехали рано сейчас 9 около 10 30 утра мы идем в замок я заметила что народ стал подходить все больше и больше приезжают на машинах заходят в замок нам очень интересно вход будет платный или бесплатный узнаем сейчас как он красивый как в фильмах здесь снимали фильм фантомас представляете в этом замке экскурсия будет проходить на французском языке но нам дали описание на русском языке очень очень удобно 9 50 евро входной билет со взрослого саре бесплатно мост откидной здесь очень интересно и мы входим в замок сара улыбайся сеньки мяч аккуратно экскурсия закончилась она длилась примерно час на французском языке ничего не понятно жаль конечно но хорошо что была бумажка с описанием каждой комнаты описывала какие-то интересные факты все смеялись а мы ничего не понимали но все равно как бы прикоснуться к истории всегда интересно сара даже надела шлем и меч взяла в руки вот ехали по трассе просто трассе безлюдной здесь конечно есть домики но я людей вообще не вижу и стоит аппарат с багетами я не знаю я вас могу ли сейчас его купить короче 1 евро стоит багет и вроде бы этот автомат работает я хочу проверить не берет не хочет брать мои деньги видимо видимо хлеба нет ну вот крошки валяются такие аппараты мы замечали на протяжении всего нашего пути без багета они не могут французы я смотрю они все едят багет Азельо Ридо называется город в котором мы случайно остановились забыли сказать привет привет я посмотрела по гугл мэпс и увидела что в этом городе есть замок мы сейчас с Арочкой пойдем на него смотреть или дальше туда пойдем миленький маленький городочек и я бы наверное специально никогда в жизни сюда не заехала не приехала только на машине и как по проездам такие ворота большие вот информация про замок что это замок на воде да он называется Азельо Ридо идемте посмотрим замок государственный исторический памятник во Франции наверное вход платный а если бесплатный то мы с удовольствием пойдем чтобы войти в замок нужно заплатить 10 евро со взрослого так если бы был бы вход свободный я бы с удовольствием зашла но так как мы были недавно платили так же по 10 евро но Сара была бесплатна поэтому я наверное не пойду снова а нам приходится любоваться замком через ворота мне жалко 10 евро а на соседние улочки ресторанчики вечером здесь конечно аншлаг мы вчера проезжали и все сидели и кушали так уютно Сара на мечта сбылась мы нашли мороженое бонжур мороженое очень вкусное я заказала йогурт с фисташковым а у Сары грейпфрут с бананом в общем грейпфрут оказался горьковатый Сара не захотела есть поэтому я сейчас съем один шарик я сейчас сойду с ума от этой красоты посмотрите какой дом невероятный сказочный я в восторге в полном это дом из сна сказочный очень красивый всем доброе утро мы двинули дальше и по дороге нашли бухту я ухожу такой небольшой залив без волн здесь очень классно купаться море спокойное пляж хороший и Сара с Вовой уже побежали на пляж и я вот иду сейчас их ловить машину ее снесет ее может затопить вернее не может смотрите пока отлив люди приехали на машинах и собирают со дна здесь ракушки, улитки, ведерки и потом будут все это есть вечером они выковыривают выковыривают да у них специальные такие грабли маленькие и они прям их ковыряются причем на дорогих машинах люди смотрите вот дедушка собирают и начал искать и нашел точно это рыбушка давай а вот прям сверху это у тебя улитка мы решили тоже не отставать от народа и поискать себе на ужин улиток мы уже мидии насобирали на ужин нашли одну устрицу и осталось вот такие вот ракушки сложный процесс конечно поиски ракушек и люди все равно не сдаются сегодня я приготовила мидии с креветками и здесь есть час мидии которые мы нашли и ракушки будем сейчас пробовать снова с сыром чесноком специями объедаемся здесь потому что они здесь недорого стоят доступны очень мидии устрицы и морепродукты всем привет мы остановились в городе Ля Рошель здесь концерт какой-то и мы совсем не знаем что тут происходит припарковались решили здесь переночевать и пойдем сейчас на концерт я вот иду с Арочкой а Вова там где-то сзади нас догоняет и посмотрите что здесь творится оказывается концерт закончился мусор люди разбросали все в общем так называется фестиваль который проходит в Ля Рошель Франко Фолиес артисты которые выступают в эти даты но мы сюда не идем это просто к сведению слушай а может быть это какая чела то есть сюда съезжается вся Франция там очень много людей я вам приближусь сейчас и покажу сейчас вон они потеши сейчас я ее подуму ну а как ты увидишь по-другому дай вау красиво мне напоминает этот рынок Индию Гуа изготавливают сумки красивые ручной работы и каждый тут мастер а зимой там стопудово в Гуа в Индии в общем здесь явно night market из Гуа платочки все шарики и очки явно напоминают нам Гуа заехали в маленький городок Рауан здесь красивые пляжи уже жара очень тепло посмотрите какой широкий красивый пляж и сейчас отлив вот но дно такое песчаное что отлив не замечается красивое дно мне этот район напоминает Ниццу или Канны но не так пафосно меньше дорогих машин но как бы лазурный берег тоже здесь пляж намного чище да мне тоже нравится широкий очень пляж ну из-за отлива наверное во первых во вторых как то не знаю почище людей как бы не слишком много и мы вот едем едем и все время пляжи пляжи очень классно жара такая наверное градусов 33 34 34 да очень жарко домики миленькие в общем мы остановили продают популярный зефир вот так он называется 6 евро одна штука и мы вот его купили он огромный еще здесь продают мясо деликатесы разные сыры вина местного производства еще здесь продают хлеб огромный знаете ну как пену вот взбивают белковую и в духовке запекают сахарной пудрой когда подъезжаем к новому городу всегда разные изображения на вот таких кольцах вот сейчас улитки что-то сидят думаешь да конечно там то устрицы то еще что-то там каждый раз новое бай-бай наша машинка мы будем скучать по тебе сегодня мы отдаем нашу машину и закончились наши приключения во Франции арендовали вот такую машину чтобы в нее переехать с чемоданами и мы уже сдадим ее в Шарль-де-Голи в Париже будем ее чистенько сдавать так жалко конечно прощаться было очень весело и Саре понравилось это воспоминания на всю жизнь и у меня тоже такие же воспоминания будут яркие все очень светло и всем привет сегодня мы вылетаем из Парижа в Алматы летим через Киев мне повезло в терминале 2D через который я лечу есть бизнес лаунч помните я вам показывала карту что у меня есть priority pass вот кто-то говорил что снимались деньги у кого-то тоже такая карта была но у меня эта карта не привязана к никакому счету и с нее невозможно просто снять деньги я ее просто показываю и прохожу вот я переживала что придется за Сару либо заплатить либо у меня есть два гостевых но я могу кого-нибудь привезти и спишут но они сказали что ребенок бесплатно baby free хотя я читала у меня есть приложение специальное по вот этим priority pass и там написано что до двух лет только бесплатно ребенок проходит а Саре пять лет скоро будет шесть и никто даже не спросил сколько лет я спросила baby free он говорит yes baby free в общем у нас вот такая зона с мини диванчиком на котором можно прилечь на подушечки полежать никто вам ничего не скажет пойдем журналы есть почитать можно газетки а еще есть солики можно еще здесь прилечь да такой широкий просторный так здесь есть вон пиво спрайт швепс кока-кола маленькая а также сыр и снеки разные закуски макароны сыр да сыр подожди подожди кофемашина здесь есть алкоголь не трогай лед чипсы принесли гаспачо суп холодный мой любимый всем привет наше путешествие подошло к концу и спасибо вам за то что вы смотрели мои влоги я вижу они вам понравились про автодом про францию и сейчас я хочу поговорить с вами вернее рассказать о минусах и плюсах данного путешествия может быть кому-то пригодится в дальнейшем если вы хотите снять автодом либо купить автодом минусов оказалось больше чем плюсов так что давайте начнем с минусов и первое то что это дорого дорого вышло потому что мы заранее не планировали данное путешествие вернее мы о нем мечтали всю жизнь но тщательно не подходили к этому вопросу как полагается я знаю что многие умные люди заранее строят маршруты заранее бронируют машины делают все заранее но только не мы мы как обычно все сделали спонтанно быстро не подготовились поэтому нам вышло все дороже и путешествие знаете получилось такое немного сумбурное потому что мы чаще всего не знали куда мы едем было конечно весело данный автодом нам обошелся около 3000 евро на 20 дней и это чисто машина аренда автодома не считая расходов там бензин и постельное белье все кемпинги остановки платные так что только автодом нам вышел в такую вот сумму дорого потому что во-первых высокий сезон туристический сейчас многие пользуются автодомами берут в аренду дома и путешествуют по европе все делать нужно заранее а еще мне посоветовали если бы мы взяли машину во франкфурте то есть в германии и выехали бы из франкфурта и вернули потом во франкфурте то было бы гораздо дешевле но нам хотелось все сделать во франции так как мы прилетели во францию уже никуда не летать и так у нас перелеты бесконечные это тоже дорого второй пункт это парковка первое либо везде дорого платно либо вам просто негде припарковаться на обычных парковках где паркуются машины бесплатно либо платно здесь ограничение что высокие машины заехать не могут и повсюду практически знаки что авто домам нельзя долго стоять во первых во вторых нельзя вообще заезжать и мы с этой проблемой столкнулись вообще очень вплотную потому что по всей франции практически нельзя останавливаться и если вы уже хотите остановиться то это нужно делать в кемпингах а в кемпингах дорого ну каждый раз считайте минимум 15-20 евро каждый день 15-20 евро вы не платите за отель да но вы платите за автодом плюс еще за кемпинг и так далее мы раз 15 находили бесплатно где мы можем переночевать это были обычные места где не было знака просто и никто к нам не подходил ни разу не говорил что тут запрещено хотя мы переживали это тоже некомфортно кажется что сейчас посреди ночи кто-то постучит в двери и скажет валите отсюда вам запрещено стоять ну хотя знаков мы специально смотрели чтобы не было знаков и останавливались а в другие дни мы ночевали в кемпингах еще проблема что когда вы заезжаете в большой город какой-нибудь крупный там вообще нет парковки в центре узкие дороги и вы на своем автодоме просто запаритесь пока найдете место а кемпинги расположены где-то далеко от центра то есть вы должны оставить машину и как-то добраться до центра тоже не очень комфортно но можно найти выход мы находили в больших городах без знаков что запрещено парковаться просто какие-то места и останавливались в наглую там с ночевкой никто к нам не подходил да кемпинги дорогие каждый раз когда вы останавливаетесь ночевать вам нужно платить за въезд за машину за человека и даже если у вас есть собака за собаку если у вас есть ребенок за ребенка если вам нужно подключить электричество за электричество вода всегда бесплатно электричество нужно для того чтобы зарядить компьютер либо в основном компьютер так как у меня телефон он заряжался от машины от USB там был USB выход в основном это компьютер и и все а так машина в принципе заряжалась автоматически когда и ездила в течение дня но у нас не было розетки такой которая давала бы нам электричество поэтому если вы хотите такой дом с электричеством может быть найдете такую машину с розеткой либо купить переходник который в подкуриватель и он дает этот выход с розеткой этот есть во всех на всех остановках следующий пункт это вам надоедает машина получается одно и то же место тесное пространство и вас это немного начинает напрягать уже через неделю может быть кого-то раньше может быть кого-то вообще не будет напрягать но нас это начало немного напрягать сложно управлять автодомом я бы сама не смогла потому что во-первых коробка передач не автомат а механика я не умею во-вторых это огромная машина девятиметровая и нужно уметь наверное на грузовике ездить я не умею но на грузовике Вова умеет хорошо что у него был опыт потому что были очень узкие дороги бывали такие повороты что еще машины стояли припаркованные нужно было проехать между ними я даже не представляю как он это делал тут фу-тфу ни разу не было никакого инцидента и ни разу за все время нас не остановил полицейский ни разу никто не спросил права и не остановил хотя мы встречали их ребенку скучно у меня спрашивали как с ребенком да ребенку скучно Сара да первые дни весело ля-ля-ля-ля когда на кемпингах весело потому что во многих есть бассейн пространство но в основном ей скучно долго из пункта А в пункт Б она сидит ей нечем заняться она уже нарисовалась ей папа смотрелась уже все уже надоело и она тоже под конец уже устала поэтому это либо может быть если с двумя детьми путешествовать повеселее спать не всегда комфортно жарко холодно комары да вот это тоже нас мучило потому что мы из разных городов передвигались в каком-то городе был жуткий холод и мы спали замерзали по ночам а в каких-то городах была невероятная жара и мы не могли ночью спать потому что в таких машинах чаще всего нет кондиционера у них только печки и тоже не очень удобно но потом мы привыкли как-то знаете уже пофиг было а бывало такое что даже комары пролазили сквозь сетку и нас просто съедали я не знаю как это получалось всегда вы арендуете автодом чаще всего он пустой он без постельного белья без одеяла без подушек без посуды без веника без тряпок без ничего вам все это нужно купить и выкинуть потом если вы не хотите платить за перевес либо вы налегке если едете то можете забрать с собой домой но это тоже как бы в копеечку входит потому что это подушка на каждого человека постельное белье а потом это стирать нужно стирки платные почти везде не почти а везде платные стирки только если вы не стираете руками руками на кемпингах вы можете стирать сами да там вручную ну сами понимаете это конечно уже особенно постельное белье сложновато ну можно да можно справиться а так везде стирка 3-4 евро за раз и плюс еще вам нужна сушка потому что либо вы купите сушку вот эту доску на которой сушить либо вы заплатите дополнительно за сушку чтобы высушить белье потому что ну нереально его постирать его как раз с собой потом возить все стоит денег для меня огромный минус то что мы меньше двигались в этот раз обычно когда мы путешествуем мы очень много ходим пешочком потому что на легке это либо машина либо без машины мы с этими чемоданами я обычно худею во время наших путешествий потому что мы такие активные а в этот раз мы постоянно сидим я сижу рядом с Вовой Вова едет за рулем и мы сидим 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 выходим только когда в кемпингах там какие-то города но в этой поездке мы чаще всего сидели это для меня минус тщательно нужно планировать маршрут об этом я сказала и мы не запланировали маршрут мы много пропустили интересных мест хотя проезжали классные города могли в них остановиться но мы просто не знали что в них находится поэтому проезжали мимо либо уже так устали искать что надоело вот честно уже хрыться в этом гуглик про каждый город а городов много и что-то находить и уже просто ездили по большим городам в конце я думаю вот минимум за полгода нужно готовиться к данной поездке и рассчитывать маршрут прям вот по мелочам где остановки и вообще все 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 ну вот из минусов вроде бы все если я что-то вспомню по ходу я вам скажу теперь давайте о плюсах во-первых наша мечта сбылась мы мечтали путешествовать на автодоме попробовать это пришло к нам из фильмов каких-то сериалов охота повторить все это эту жизнь ощутить на себе и это бесценный опыт который вы одно это одно дело увидеть где-то по телевизору а другое дело пережить самому это все и понять как это бывает вообще в жизни поэтому лучше сделать иногда чем не сделать и жалеть это опыт бесценный классный опыт следующее чемоданы всегда разобраны и вещи сложены с шкафу это тоже огромный плюс для меня для меня в наших путешествиях всегда была огромная проблема это упаковка чемоданов потому что мы обычно много городов посещали и в каждом городе по два по три дня мы жили в отелях и поэтому мы меняли часто отели бывало даже просто одна ночь поэтому приходилось упаковывать и запаковывать чемоданы очень часто и для меня это просто была огромной проблемой нервировала меня это я знаю многие из вас сейчас подумают ну нам нужно было взять там одни штаны и пойти да там но извините это зубные щетки это шампунь это это ребенок с вами это детские вещи ваши вещи еще нужно там что-то перебрать спланировать что ты наденешь завтра и что нужно постирать это сказать честно сложно это сложно вот поэтому огромный плюс автодома это что вы один раз заехали разложили ваши вещи и все виды леса поля замки это конечно круто вы ездите где хотите спите где хотите останавливаетесь в принципе почти где хотите видите встречайте на пути много всего интересного вы можете если очень устали прямо становиться и поспать это тоже удобно остановиться и покушать потому что у вас есть стол у вас есть холодильник и есть всегда прохладные напитки и вообще вы можете еду свою заморозить и она не испортится поэтому конечно такие плюсики они важны переходим плавно к кухне конечно мы сэкономили на питании потому что питались в автодоме чаще всего я готовила кушать либо покупали там что-то полу готовое готовое и ну чаще всего конечно я готовила у нас был газ вода холодильник очень удобно и нам повезло что нам достали сковородки и так далее я готовила и это класс мечта детства да огромный плюс наша мечта сбылась плюс еще наша дочка Сара она в восторге и я считаю что вот эти детские воспоминания они самые яркие они потом как-то в будущем помогают и чем больше мы даем нашим детям таких вот интересных моментов если это возможно если у нас есть возможность то конечно это огромный плюс у нас ребенок развивается в таком в плане путешествий у нее кругозор расширяется она много чего узнала о франции о кухне о культуре так же как и мы и я считаю что это очень полезно и интересно даже может быть ей сейчас это не прикол но когда нибудь она вспомнит что родители ее возили и я думаю ей это пригодится в жизни и в дальнейшем и мне кажется ей понравилось часто мы останавливались на пляжах и Сара ходила купаться либо собирать ракушки тоже очень удобно и приятно потом возвращаешься из пляжа и к себе в автодом можешь поспать лечь покушать оказалось что во Франции в самой Франции больше кемпингов чем вообще во всей Европе то есть их огромное количество это очень распространено во Франции и мы постоянно встречали автодома постоянно и все друг другу помогают и все здороваются знаете как там я не знаю кто байкеры когда проезжают между собой там сигналят также и кто ведет автодом они все между собой машут руками там либо сигналят прикольно тоже очень круто оказалось что в Google Maps когда я набирала кемпинг то на моем маршруте прям вот такие зеленые ярлычки выходили в том районе где я проезжаю либо я специально область обводила и именно в этой области у меня когда проявлялись кемпинги и потом я могла с легкостью проработать к нему маршрут открывала в Google либо их сайт могла посмотреть что за кемпинг хотя бы визуально посмотреть дорогой он или что есть внутри есть ли бассейн и тогда проделать маршрут к нему и доехать это было очень удобно и мы купили Лебара сим-карты на сайте Лебара мы за 30 евро купили 10 гигабайт интернета это мне кажется много и классно мне хватило вот мы пользовались 3G по всей Франции ну по полфранции мы объездили вот по всему маршруту мы пользовались интернетом у нас всегда был под рукой 3G интернет и всегда был была карта Google и была всегда информация мы могли найти все очень просто и вот особенно кемпинге это удобно что в Google они обозначены а вот еще один главный минус автодома то что есть лимит они дают лимит на километраж нам дали 2200 там с чем-то километров и мы его почти весь истратили мы хотели поехать еще дальше но у нас не хватило километров можно было доплатить конечно снова доплатить просто устали платить и решили уже вернуть машину и поехать дальше вот в принципе это вот такие плюсы и минусы автодома плюс еще конечно что туалет душ все у вас под рукой и это конечно здорово это классный опыт это весело интересно особенно наверное если вы с друзьями путешествуете это еще веселее это круто и мне кажется это мечта всех людей и мне кажется что если вы живете в Европе вам вообще супер если у вас есть парковка дома или большой гараж где вы можете хранить этот автодом вы можете вообще его купить или вам будет удобнее путешествовать потому что вы можете из дома взять с собой постельное белье подушки посуду и так далее мангалы стулья столы и мопеды и загрузить все это в автодом и потом обратно домой вернуть это конечно удобно если вы живете в Европе вообще супер а если вы как мы приехали уехали то это не очень удобно да вам желаю того же если вы мечтаете об этом чтобы ваши мечты сбылись и вы тоже путешествовали в автодоме то спасибо всем за просмотр пока 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 пока